Обстоятельства страшного пожара выясняют и в Истане. Ночью в собственном доме заживо сгорели пять девочек. Младший был год, старший 13. Все подробности у моей коллеги Гульмира Жанзаковой. Обгоревшие игрушки и обрывки одежды. Меньше суток назад в этой времянке еще играли дети. Трагедия пришла в их дом глубокой ночью. Родители рядом не оказалось, работали в ночную смену. А соседи крики о помощи услышали слишком поздно. Все пятеро девочек погибли в огне. Нас туда не пускали. Оказывается, там пятеро дочери у нее задохнули, что ли. Альбина, Алина, а потом я их назвал, черешня, вишня, малина. Пятеро дочери. Жалко, конечно. Ну, муж хороший, он работает, не пьет он. Хорошая семья, не пьющие мама и папа так отзываются о супругах соседей. Они и вызвали пожарную службу. Спасатели приехали через семь минут, когда уже обвалилась крыша. Предполагаемой причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. Условия, способствующие гибели детей, в том числе, явилось отсутствие оставления без присмотра взрослых. Семья погибших власти Астаны окажут материальную поддержку и помогут в проведении похорон. С супругами сейчас работают психологи и специалисты социальных служб. По данным управления занятости и социальной защиты, мать погибших детей работает на заводе по производству пластиковых карт. Отец работает монтажником ВСТО. Семья до сегодняшнего дня не обращалась в местный исполнительный орган за помощью. На учете по жилю не состоят. В Акимате сообщили, семья как многодетная получала пособие. Двое детей учились в школе, одна дочь ходила в садик. Пока родителей не было дома, старшие девочки присматривали за младшими. Сейчас на месте трагедии криминалисты проводят исследования. Аким Астаны потребовал от спасателей полиции провести обход жилого сектора и проверить каждый дом на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.